Серия Infamous насчитывает всего две полноценных игры, однако обе они были отличными и пополнили собой список PlayStation 3 эксклюзивов, которые стоит купить. Рассказывалось там про историю Коула Макграта, обычного курьера, который в воле случая стал супергероем с электрическими способностями. Но не стоит переживать тем, кто эти игры пропустил. Знать прошлые события не обязательно для того, чтобы понять, что происходит в третьей части. Разработчики явно пытались дистанцироваться от них, даже тройку не прилепили, да и с русским переводом названия тоже решили не баловаться в этот раз и так и оставили Infamous. Инфамас. Инфамас. Сукин сын. Эм, то есть Second Son. Второй сын. Отчего же он второй? Может потому что история прошлого персонажа закончилась и теперь у нас новый герой, а может потому что у этого героя есть старший брат, который сын первый. Уж не знаю. События разворачиваются через несколько лет после окончания второй части, в которой все проводники вроде как должны были погибнуть, но как оказалось не совсем. Поэтому была создана специальная военная организация DES, которая занимается их отловом и тюремным содержанием. Но все это никак не касалось нового героя Дэлсина Роуа. Он промышлял мелким вандализмом и хулиганством, а родной брат шериф постоянно его за это арестовывал. Так было до тех пор, пока фургон с пленными проводниками не попал в аварию, неподалеку от места обитания братьев. Вступив в контакт с заключенными, Дэлсин обнаруживает, что тоже обладает сверхсилой, возможностью копировать чужие способности. Типа как Ксайлер из уже старого сериала «Герои». Разумеется, подобный инцидент привлекает внимание Дэсовцев и в результате все соплеменники Дэлсина оказываются в смертельной опасности. Для того, чтобы помочь им, герой отправляется в Сиэтл. Там он планирует сразиться и победить Августину, командира всей организации ДЭС. Зная тенденцию народа бомбить по любому поводу, сразу же хочу сказать про смену главного героя. Его замена, как по мне, пошла только на пользу игре. Дэлсин оказался не очередным дрячом в хипстерской шапке, а довольно прикольным персонажем. Постоянно откалывает какие-то шутки, интересные комментарии и ведет себя более естественно, нежели нарочито серьезный Коул. И разумеется, у него должен быть напарник. Человек без способностей, но с пистолетом. В первых частях это был Зиг, а здесь на замену пришел брат Дэлсина. Так что в целом ничего существенно не поменялось. То же самое можно сказать и про геймплей. Он у Инфомаса остался практически такой же, как и был. Приходится расстреливать врагов из пальца и карабкаться по зданиям. В общем, такой любопытный сплав Ассасин Скрида и прототипа. Но это основа, скелет так сказать. А вот мышцы на этом скелете изрядно поменялись. Раньше под нашим управлением были довольно стандартные суперсилы. Электрические, ледяные и какие-то там теневые. В общем, то, что мы и так часто можем видеть в каких-нибудь комиксах или их экранизациях. В этот же раз разработчики решили отойти от подобной банальщины и наделили Дэлсина довольно оригинальными силами. Если дымовые способности это еще куда не шло, то неоновые или игровые суперсилы на это уже что-то интересное. В целом они, конечно, похожи друг на друга, но в деталях отличаются. Например, дымовая граната заставляет врагов долго кашлять, тем самым делая их беззащитными. А вот неоновая граната подбрасывает противников в воздух и некоторое время держит их в стазисе. Игровая же способность, например, позволяет уйти в невидимость. В общем, поиграть в такой... Но стоит отдать должное, он тут не навязывается и в принципе вообще можно обойтись без него. Так что все пострадавшие от второй костыльвании могут быть спокойны. Также у каждой суперсилы есть свои собственные суперудары, которые могут испепелить всех врагов в радиусе пары десятков метров. Однако, спамить их постоянно нельзя. Ведь они заряжаются исключительно за положительные или отрицательные поступки. Я говорю поступки, но подразумеваю киллстрики. Просто все зависит от того, по доброй ли вы ветке пошли или по злой. Это идет еще со времен первой части. Поэтому было бы странно, если бы тут отказались от показателя репутации и моральных выборов. На сюжет это хоть и влияет, но не надо думать, что мы имеем две полноценных кампании. Лишь некоторые детали и аспекты в прохождении будут меняться. Ну и концовка тоже. Но я хотел бы еще немного задвинуть про способности, поскольку они тут это почти самое главное. Дело в том, что хоть их и несколько разновидностей, но пользоваться в конкретный момент можно лишь одним типом. Если же появилось желание поменять дым на, предположим, неон, то необходимо сперва отыскать источник этого самого неона. Например, висящую яркую вывеску. Подзаряжаться вообще крайне важно, поскольку каждый выстрел, каждая ракета и каждое использование суперсил требует энергии, и пополнить ее можно только из внешних источников. Ну и прокачка тут тоже есть. А разве что в этот раз она осуществляется не за опыт, а за энергоосколки, которые раскиданы по городу. Но поиском осколков занимаетесь уже в свободное от сюжетов время. А заняться есть чем, ведь весь город под контролем Деза. И это не нормально. Надо начинать отвоевывать у них район за районом. И тут тоже случилось некоторые изменения. Раньше для получения контроля над небольшим кусочком карты надо было выполнить одно единственное дополнительное задание. Теперь все иначе. Нужно понижать процент влияния сил Деза в отдельном районе. И когда он снизится до 30, можно начать бой за обладание этой территорией. Понижается процент за счет выполнения нескольких типов заданий. Поиски скрытых камер, захваты вражеских агентов, уничтожение блокпостов и рисование граффити. Вообще, у последнего очень забавная механика, но разработчики просили не говорить о ней до релиза, и я не буду. После того, как район перешел в ваши руки, в нем становится мало патрулей Деза, а еще открываются точки быстрого перемещения. Однако пользоваться ими не совсем удобно. Обычно в играх Fast Travel можно юзать в любом месте. Здесь же надо сперва дойти до точки перемещения, и только от нее можно прыгнуть до другой. Но учитывая, что их еще и открыть надо, и делать это все наверно будут в последнюю очередь, то все это становится немного бесполезным. Благо, что обычное передвижение по локации стало намного динамичнее. Каждая способность дает уникальные возможности по преодолению препятствий. Дымом можно пролезать сквозь вентиляции, неоном бегать по стенам, а на игровых крыльях даже полетать разрешают. Правда, недолго. Ну и конечно, раз уж у нас тут как-никак next-gen, то я не могу не рассказать про графон, а то его вам YouTube опять порежет сильно. Так вот, выглядит Infamous великолепно. Классная анимация, классные модельки персонажей, но то, что сильнее всего выделяется, это местное освещение. Особенно, когда в ход идет неоновая сила, а рядом летают какие-нибудь ангелы и дерутся с десовцами, то экран заполняет такое неприличное количество спецэффектов, что глаз не нарадуется, а консоль очень громко начинает охлаждать себя. В общем, новый Infamous все так же интересно играется, выглядит порой почти фотореалистично и даже смена героя пошла ему на пользу. Единственное, мне показалось, что в продолжительности игра уступает той же второй части. Однако, может все из-за того, что обычно я сперва выполнял все побочные миссии и только потом руки дотягивались до сюжетки, а в этот раз все наоборот. Поэтому я сейчас отправлюсь освобождать районы города, да и концовку за злого Делсина надо посмотреть.